Дорогие друзья, если вам понравится рассказ в моём исполнении, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий, так его смогут услышать больше людей. А ещё, если вы хотите слушать без интернета, просто скачав на телефон, вы можете подписаться на мой Бусти. Ссылки есть под видео и в описании канала. Спасибо. Роберт Шекли. Руками не трогать. Масс-детектор замигал розовым, затем красным. Дремавший у пульта IG встрепенулся. «Приближаемся к планете!» — крикнул он, стараясь перекричать пронзительный свист воздуха, вырывавшегося сквозь пробитую осколком дыру в корпусе корабля. Капитан Барнет кивнул и приварил очередную заплату к изношенной обшивке Эндевра. Свист заметно утих, но не прекратился. Он не прекращался никогда. Планета показалась из-за небольшого багрового солнца. Её тусклый зеленоватый отблеск на фоне чёрного пространства вызывал у обоих астронавтов одну и ту же мысль. «Интересно, найдётся на ней что-нибудь стоящее?» — задумчиво проговорил Барнет. Эйджи с надеждой приподнял седую бровь. Им вряд ли удалось бы разыскать новую планету, если бы Эндевр летел по южногалактической трассе. Но там патрулировало слишком много кораблей федеральной полиции, а у Барнета были серьёзные основания держаться от неё подальше. Хотя Эндевр считался торговым кораблём, весь его груз состоял из нескольких бутылей чрезвычайно сильной кислоты, предназначенной для вскрытия сейфов, и трёх небольших атомных бомб. Власти относились к подобным товарам неодобрительно и упорно пытались привлечь экипаж к ответственности за всякие старые грехи. Убийство на Луне, ограбление на Омеге, кражу со взломом на Самии. В довершение всех бед новые полицейские корабли обладали большой скоростью и лучшей манёвренностью, и Эндевору пришлось перейти на обходные маршруты. Сейчас корабль направлялся к новым Афинам, где были открыты богатейшие урановые залежи. «Да, не густо», – прокомментировал Эйджи с отвращением, глядя на приборы. «Можно даже не садиться», – кивнул Барнетт. Показания датчиков разочаровывали. Незарегистрированная планета оказалась меньше Земли и, за исключением кислородной атмосферы, не имела коммерческой ценности. Вдруг заработал детектор тяжёлых металлов. «Там что-то есть», – взволнованно проговорил Эйджи, быстро расшифровывая показания приборов. «Очень чистый металл, притом прямо на поверхности!» Барнетт кивнул, и корабль пошёл на посадку. Из заднего отсека вышел Виктор в шерстяной шапочке на бритой голове и глянул в иллюминатор через плечо Барнетта. Когда Эндевор завис в полумиле над поверхностью планеты, они увидели то, что приняли за месторождение тяжёлого металла. На лесной прогалине стоял космический корабль. «Вот это уже интересно!» – протянул Барнетт и кивнул Эйджи. Эйджи искусно произвёл посадку. По возрасту ему давно полагалось выйти на пенсию, но годы никак не отразились на профессиональных навыках пилота. Когда Эйджи остался без работы и без гроша в кармане, его разыскал Барнетт и великодушно предложил контракт. Капитан охотно становился альтруистом, когда это осулило выгоду. Инопланетный корабль был крупнее Эндевора и выглядел как новенький, но его конструкция и опознавательные знаки озадачили капитана. «Вы видели что-нибудь подобное?» – осведомился Барнетт. Эйджи порылся в своей обширной памяти. «Напоминает цифейскую работу, но у них корпуса делают более обтекаемыми. Однако мы забрались довольно далеко, и вряд ли этот корабль из нашей Федерации». Виктор не мог оторвать изумленного взгляда от корабля. «Красавчик! Вот бы нам такой!» – шумно вздохнул он. Внезапная улыбка прорезала лицо Барнетта, словно трещина на граните. «Простака ведь в самую точку попал! Я об этом и думаю!» – сказал он. «Пойдем, потолкуем с тамошним шкипером!» Прежде чем выйти наружу, Виктор проверил, заряжены ли замораживающие бластеры. Атмосфера планеты оказалась пригодной для дыхания. Температура воздуха равнялась 22 градусам Цельсия. Астронавты послали в направлении корабля приветственный сигнал, но ответа не дождались и с дежурными улыбками зашагали вперед, спрятав бластеры под куртками. Вблизи корабль производил внушительное впечатление. Метеориты почти не повредили его сверкающий серебристый корпус. Из открытого люка доносился монотонный гул. Видимо, перезаряжались генераторы. «Есть здесь кто-нибудь?» – крикнул Виктор. Его голос эхом прокатился по кораблю. Ответа не последовало, только глухо гудели генераторы, дошли с тела трава. «Куда они могли запропаститься?» – удивился Эйджи. «Наверно, вышли подышать свежим воздухом», – предположил Барнетт. «Они вряд ли ждали гостей». Виктор уселся на траву, а Барнетт с Эйджи обошли вокруг корабля, любуясь его необыкновенной конструкцией. «Справишься с ним?» – спросил Барнетт. «Думаю, да», – ответил Эйджи. «Он построен по классическим образцам. Автоматика меня не тревожит. Все существа, дышащие кислородом, используют однотипные системы управления. Надеюсь, мне понадобится не слишком много времени, чтобы разобраться». «Кто-то идет!» – крикнул Виктор. Из леса, отстоящего метров на триста, вышла какая-то фигура и двинулась к кораблю. Эйджи и Виктор разом выхватили бластеры. Барнетт разглядел в бинокль странное, прямоугольной формы существо, высотой около шестидесяти, шириной в тридцать и толщиной примерно в пять сантиметров. Головы у пришельца не было. Капитан нахмурился. Такого он еще не видывал. Настроив бинокль получше, Барнетт увидел, что незнакомец был гуманоидом. Во всяком случае, он обладал четырьмя конечностями. Две, скрытые травой, служили для передвижения, а еще две торчали вертикально вверх. Посередине прямоугольного корпуса помещались два крошечных глаза и рот. Ничего напоминающего одежду на пришельце не было. «Странный же тип», – доложу я вам. Эйджи установил на бластере прицел. «Полагаю, он прилетел в одиночку?» «Надеюсь, что да», – пробормотал Барнетт, в свою очередь вынимая бластер. «Дистанция сто восемьдесят два метра», – Эйджи прицелился, потом посмотрел на капитана. «Или вы хотите сперва вручить ему визитную карточку?» «Много части», – нехорошо усмехнулся Барнетт. «Подождем, пусть подойдет поближе». Эйджи кивнул, не выпуская чужака из поля зрения. Каллен прилетел на эту заброшенную планету в надежде добыть хотя бы тонну-другую эрола, минерала, чрезвычайно ценимого мобогийцами. Но ему не повезло, и тетнитовая бомба, которой так и не довелось воспользоваться, лежала нетронутая в кармане с керловым орехом. Вместо добычи привезет на мобог балласт. «Может быть, на следующей планете посчастливится», – думал Каллен, выходя из леса. Внезапно он замер, как вкопанный. Неподалеку от его корабля выселся чужой космический аппарат необычной конструкции. Каллен не ожидал встретить в такой глуши разумных существ, вроде тех, что стояли сейчас у открытого люка его корабля. Незнакомцы имели с мобогийцами лишь весьма отдаленное сходство. Правда, одну из планет Мобогийского союза населяли существа, очень похожие на этих, но они строили космические корабли совершенно иначе. Невероятно. Наверное, он столкнулся с представителями великой цивилизации, которая, по слухам, существовала на окраине галактики. Радостно взволнованный такой удачей, Каллен поспешил им навстречу. Незнакомцы, однако, почему-то не трогались с места, и ответного приветствия Каллен не уловил, хотя его явно заметили. Он ускорил шаг в надежде, что быстро найдет с этими странными непонятными существами общий язык, и что церемония знакомства не затянется слишком надолго. Всего час, проведенный на негостеприимной планете, вконец измотал его. Он очень проголодался и срочно должен был принять душ. Внезапно что-то обжигающее холодное отбросило его назад. Каллен тревожно огляделся по сторонам. Что за сюрприз преподносит ему планета? А едва он двинулся с места дальше, в него тотчас вонзился еще один заряд, совершенно заморозив наружную оболочку. Дело принимало серьезный оборот. Хотя мабагийцы считались одной из самых выносливых жизненных форм, у них тоже были уязвимые места. Каллен осмотрелся в поисках источника опасности. Незнакомцы в него стреляли. Ошеломленный, Каллен не мог в это поверить. Он знал, что такое убийство, и не только понаслышке, но даже несколько раз с ужасом наблюдал это извращение среди иных недоразвитых животных видов. Ему приходилось также листать труды по психопатологии, в которых детально описывались все случаи преднамеренного убийства в истории Мабога. Но чтобы это произошло с ним, Каллен отказывался верить себе. Очередной заряд обжег тело. Каллен не двигался, все еще пытаясь убедить себя, что ему это мерещится. Разве существа, чей разум позволяет им строить космические корабли, могут быть способны на убийство? К тому же, они даже не знают его. Осознав, наконец, опасность, Каллен повернулся и бросился к опушке. Теперь стреляли все трое незнакомцев, и замерзшая трава громко хрустела и ломалась у него под ногами. Наружная оболочка Калина полностью промерзла. Тело мабогийца не приспособлено к низким температурам, и Каллен чувствовал, как леденящий холод мало-помалу сковывал его нутро. И все-таки он не мог заставить себя поверить в происходящее. Он уже достиг опушки, когда в спину вонзилось сразу два снаряда. Не в силах больше поддерживать тепло в организме, Каллен рухнул на промерзлую, заиндивевшую землю и потерял сознание. «Идиот!» – пробормотал Эйджи, пряча бластер в кобуру. «Но поразительно выносливый!» – сказал Барнетт. «Ни одно дышащее кислородом существо не способно выдержать такое!» Он с гордостью посмотрел на бластер и похлопал по серебристой броне корабля. «Мы назовем его «Индевр-2».» «Да здравствует, капитан!» – весело гаркнул Виктор. «Поберегите глотку на будущее!» – Барнетт взглянул на небо. «Через четыре часа начнет смеркаться. Виктор, перенеси провизию, кислород и инструменты на «Индевр-2» и разреди аккумуляторы на нашей развалине. Когда-нибудь мы ее отсюда вызволим, а сейчас главное улететь до наступления темноты». Виктор направился выполнять приказания, а Барнетт и Эйджи вошли в корабль инопланетянина. В хвостовом отсеке «Индевра-2» размещались генераторы, двигатели, преобразователи энергии и резервуары с горючим. Следующий отсек, занимавший почти половину корабля, был заполнен какими-то чудными разноцветными орехами диаметром от 5 до 45 сантиметров. Далее следовали два носовых отсека. Первый из них, видимо, предназначался для экипажа, но был совершенно пуст. Ни койки, ни стола, ни стульев, только гладкий металлический пол. В потолке и стенах виднелись небольшие прорези и отверстия непонятного назначения. В самом носу находился пилотский отсек, где с трудом мог разместиться один человек. Пульт управления под экраном обзора был заполнен множеством приборов. «Все это ваше хозяйство», — сказал Барнетт. «Приступайте к изучению». AG кивнул, опустился перед пультом на корточки и начал рассматривать приборы. Через несколько часов Виктор перенес все вещи на борт Эндевора 2. AG пока ни к чему не прикасался. Он пытался определить назначение приборов по их размерам, цвету, форме и расположению. Нелегкая задача даже при сходстве способов мышления. Если кнопки вспомогательной системы взлета включаются не слева направо, а наоборот, AG придется заново переучиваться. Означает ли красный цвет опасность? Если да, то красная кнопка включает аварийное тормозное устройство. Но красный цвет может означать и что-то другое, например, температуру. Барнетт просунул голову в пилотский отсек. За его спиной маячил Виктор. «Готово?» «Кажется, да». AG слегка прикоснулся к одной из кнопок. «Эта штука должна задраить люки». Он нажал на кнопку. Виктор и Барнетт ждали, затаив дыхание. Люки беззвучно закрылись. AG довольно ухмыльнулся. «А это система подачи воздуха», провозгласил он и передвинул маленький рычажок. Из прорези в потолке начал выбиваться желтоватый дым. «Неполадки в системе», – забеспокоился AG. Виктор закашлялся. «Отключай!» – крикнул Барнетт. Дым повалил густыми клубами и в мгновение ока заполнил оба носовых отсека. «Отключай же, черт возьми!» «Я не вижу пульта!» AG наугад переключил какой-то тумблер. Тут же взревели генераторы, и из пульта на пол брызнул сноб голубых искр. AG отбросило в сторону. Виктор подскочил к двери грузового отсека и забарабанил по ней кулаками. Барнетт ощупью ринулся к пульту, прикрывая рот рукой и чувствуя, что пол ускользает из-под ног. Виктор осел на пол, царапая дверь в тщетных попытках выбраться наружу. Барнетт вслепую двигал какие-то рычажки. Рев генераторов неожиданно смолк, и лицо капитана освежило струя живительного воздуха. Он протер слезящиеся глаза и взглянул наверх. По счастливой случайности ему удалось отключить подачу желтого газа и открыть воздушные люки. Остатки газа быстро выветрились, и отсек заполнился прохладным вечерним воздухом планеты. Дышать стало легче. Виктор с трудом поднялся на ноги, но AG не шевелился. Барнетт склонился над старым пилотом и, ругаясь в полголоса, принялся делать ему искусственное дыхание. Наконец, веки AG дрогнули, а вскоре он совсем очнулся. «Откуда взялся дым?» – простонал Виктор. «Боюсь, наш прямоугольный приятель дышал этой гадостью», – высказал догадку Барнетт. AG покачал головой. «Вряд ли, капитан, атмосфера планеты насыщена кислородом, а он ходил без шлема и…» «Вспомните, как он выглядел», – перебил Барнетт. «К тому же потребность в воздухе у всех различная». «Тогда дело плохо», – уныло пробурчал AG. Астронавты переглянулись. Наступившую тишину прервал негромкий, лязгающий звук. «Что там?» – испугался Виктор и выхватил бластер. «Помолчи!» – скомандовал Барнетт. Они прислушались. Звук повторился. Казалось, будто ударяли железом по твердому неметаллическому объекту. Барнетт явственно ощутил, как зашевелились волосы у него на затылке. Земляне прильнули к обзорному экрану. Тусклые лучи заходящего солнца освещали открытый люк Эндевора-1. Лязг доносился оттуда. «Не может быть!» – воскликнул AG. «Наши бластеры не убили его!» – мрачно докончил Барнетт. «Скверно!» – пробормотал AG. «Очень скверно!» Виктор все еще держал бластер в руках. «Капитан!» – начал он. «Может, я выйду и...» Барнетт покачал головой. «Он не подпустит тебя и на три метра!» «Нет, дайте мне подумать!» «Он что-то замышляет!» «Виктор, что осталось на корабле? Аккумуляторы?» «Разряжены, а переходное звено у меня...» «Отлично! Значит, только кислота!» «Это мощная штука!» – вмешался AG. «Но я не думаю, чтобы он сумел найти применение!» «Пожалуй!» – согласился Барнетт. «И все же нам необходимо быстрее драпать отсюда!» AG взглянул на приборную панель. Полчаса назад ему казалось, что он в ней разобрался. Теперь перед ним была коварная и, возможно, смертоносная ловушка. Злого умысла здесь не было. В космическом корабле не только путешествовали, но и жили. Вполне естественно, что приборы воспроизводили условия жизни инопланетянина и удовлетворяли его потребности. Но для землян это могло закончиться трагически. «Знать бы, с какой он планеты!» – вздохнула AG. «Тогда можно было бы прикинуть, какие еще сюрпризы готовит корабль. Они же знали только, что незнакомец дышит ядовитым желтым газом. Все будет в порядке», – не слишком уверенно пообещал Барнетт. «Найди систему взлета и больше ни к чему не прикасайся». AG вернулся к приборам, а Барнетт, пытаясь разгадать мысли инопланетянина, смотрел на матовый корпус своего старого корабля и с тревогой прислушивался к непонятным звукам. Калин пришел в себя и поразился, что еще жив. Впрочем, пословица не зря гласит «Мабагиец гибнет сразу или не гибнет вообще». Вот он и не погиб. Пока. Он с трудом сел и прислонился к дереву. Красное солнце опускалось за горизонт, и воздух, насыщенный ядовитым кислородом, заметно посвежел. Калин вздохнул и с облегчением отметил, что легкие функционируют и до сих пор полны живительного желтого воздуха. Калин вновь решил было, что все случившееся ему только пригрезилось, как вдруг увидел, что в его корабль, сгибаясь под тяжестью груза, вошел один из незнакомцев. Через некоторое время люки закрылись. Значит, этот кошмар произошел в действительности. Надо смотреть в глаза жестокой правде. Калин чувствовал острую потребность в пище и воздухе. Его наружная оболочка высохла, растрескалась и настоятельно нуждалась в питательной чистке, а у него был с собой один единственный красный керловый орех и тетнитовая бомбочка. «Если удастся вскрыть орех», – подумал Калин, – «можно продержаться довольно долго. Но как это сделать?» Калин поразился собственной беспомощности. Впервые ему пришлось задуматься над тем, как самому проделать простую, элементарную повседневную операцию, которая на корабле выполнялась автоматически. Он заметил, что инопланетяне бросили свой корабль. Почему, не имеет значения, но нужно идти туда, ведь на открытом воздухе он погибнет еще до наступления утра. Он медленно, борясь с приступами дурноты, пополз к чужому кораблю, не спуская глаз со своего. Если враждебно настроенные существа заметят его, все пропало, но этого не случилось. Калин благополучно пробрался через открытый люк внутрь чужого корабля. Несмотря на сгустившиеся сумерки, он разглядел, что корабль совсем старый и изношенный. Тонкие стены были сплошь в заплатах. Теперь понятно, почему незнакомцы захватили его корабль. Опять накатила дурнота. Прежде всего, необходимо подкрепиться, и Калин вынул из кармана круглый кирловый орех, основу пищи мабагийских астронавтов. Орехи были чрезвычайно богаты энергией, а твердая, как панцирь кожура толщиной в пять сантиметров, предохраняла их от порчи в течение многих лет. Калин положил орех на пол, подобрал тяжелый металлический пруд и с размаху ударил им по ореху. Пруд с громким лязгом отскочил, не оставив на скорлупе и следа. Калин испугался, не выдаст ли его этот грохот, но, подгоняемый голодом, вновь принялся иступленно молотить по ореху. Минут через пятнадцать, дойдя до полного изнеможения, он прекратил тщетные попытки. Стальной пруд согнулся почти пополам, а орех остался цел и невредим. Только щелкун, стандартный прибор, имевшийся на любом мабагийском корабле, мог расколоть керловый орех. Иного способа, увы, никто придумать не догадался. Что делать? Калин опять схватился за пруд и обнаружил, что его конечности теряют подвижность. Он бросил пруд и задумался. Движение сковывала наружная оболочка. Кожа постепенно отвердевала и превращалась в роговую броню. Когда этот процесс завершится, Калин полностью утратит подвижность и погибнет от удушья. Поборов нахлынувшее отчаяние, Калин приказал себе шевелить мозгами. Еда подождет. В первую очередь необходимо спасать кожу. На борту собственного корабля он бы принял душ из особой смягчающей кожу жидкости, но едва ли подобная жидкость была здесь у инопланетян. Выход один. Содрать наружную оболочку. Правда, потом придется выждать несколько дней, пока затвердеет внутренняя нежная кожица, но зато он обретет подвижность. На негнущихся ногах Калин отправился на поиски переодевателя, но с грустью убедился, что даже такого простейшего приспособления на чужом корабле нет. Он поднял стальной пруд, согнул его крючком и, подцепив кожаную складку, в силой рванул пруд кверху. Затвердевшая оболочка не поддавалась. После нескольких тщетных попыток он отшвырнул бесполезный пруд и тут внезапно вспомнил про тытнитовую бомбу. Если незаметно подложить ее под корпус захваченного чужаками корабля, то легкий взрыв не причинит кораблю никаких повреждений, только подбросит его метров на девять в воздух, а вот инопланетяне, безусловно, погибнут. Калин ужаснулся. Как мог он придумать такое? Законы мабагийской этики запрещали любое убийство. «Но разве это не будет оправдано?» Коварно нашептывал Калину внутренний голос. «Пришельцы — скверные создания. Избавивать них вселенную ты окажешь ей бесценную услугу, а заодно невзначай поможешь и себе. Считай, что это не убийство, а очищение от скверны». Нет. Огромным усилием воли Калин заставил себя прекратить даже думать об этом. С трудом передвигая непослушные каменеющие ноги, он принялся обшаривать корабль, надеясь на случайную спасительную находку. Скорчившись в пилотском отсеке, Эйджи устало размечал тумблеры и кнопки нестираемым карандашом. Легкие соднило, и всю ночь он не смыкал глаз. Уже брежил рассвет. Внутри «Эндевора-2» было довольно холодно, Эйджи не решался трогать терморегуляторы. Вошел Виктор, сгибаясь под тяжестью ящика. «А капитан где?» – спросил Эйджи. «Сейчас придет». Барнет решил перенести все необходимое в носовые отсеки, чтобы не тратить слишком много времени на поиски нужных вещей. Помещение для экипажа было уже почти заполнено. Не найдя места для ящика, Виктор огляделся и заметил в боковой стене дверь. Он нажал на ручку, и дверь скользнула вверх, открыв крошечную пустую клетушку, которая показалась Виктору идеальным хранилищем. И он опустил свою тяжелую ношу на пол, усеянный красными скорлупками. В тот же миг потолок начал опускаться. Виктор дико завопил, резко выпрямился и, ударившись головой о потолок, упал без чувств. Эй-Джи выскочил из пилотского отсека и столкнулся с Барнеттом, который тоже прибежал на крик. Капитан попробовал вытянуть Виктора за ноги, но, увы, заскользил по гладкому металлическому полу. Эй-Джи, обнаружив редкостное присутствие духа, поднял ящик и поставил его на попа, задержав тем самым предательский потолок. Вдвоем с капитаном они поспешили вытянуть Виктора из клетушки, и в тот же миг ящик треснул и развалился на части, а потолок, будто сделав свое дело, бесшумно скользнул вверх. Виктор очнулся и потер ушибленную голову. «Капитан!» — жалобно взмолился он. «Может, вернемся на эндевр?» «Виктор прав!» — Эй-Джи развел руками. «Прямо какой-то заколдованный корабль!» «И вы так легко от него отказываетесь?» — осведомился Барнетт. Эй-Джи неловко поежился и кивнул. «Откуда мы знаем?» — заговорил он, пряча глаза от Барнетта. «Что он еще выкинет?» «Слишком рискованно, капитан!» «Рискованно!» — передразнил Барнетт. «Вы хоть соображаете, от чего отказываетесь?» «Один его корпус принесет целое состояние!» «А двигатель?» «Вам приходилось видеть подобное?» «Этот корабль пробуравит насквозь любую планету и выйдет с другой стороны непоцарапанным!» «Боюсь, мы не сумеем оценить все это, поскольку трупы не умеют восхищаться!» Не унимался Эй-Джи, а Виктор усиленно закивал. «Все, хватит болтать!» — отрезал Барнетт. «Корабль мы не оставим. Только не будем ни к чему прикасаться, пока не достигнем безопасного места. Ясно?» «За дело!» Эй-Джи хотел было заикнуться про комнаты, самопроизвольно превращающиеся в гидравлические прессы, но, перехватив грозный взгляд Барнетта, счел за благо не спорить. «Ты разметил приборную панель?» — уже спокойно спросил Барнетт. «Осталось совсем немного!» — отозвался старый пилот. «Хорошо, ни к чему другому не прикасайся. Пока мы ничего не трогаем, нам ничего не грозит!» Капитан вытер потный лоб, прислонился к стене и расстегнул куртку. В тот же миг из отверстий в стене выскочили два стальных крюка и кольцом сомкнулись вокруг его талии. Барнетт рванулся, что было сил, но кольцо не поддалось. Послышалось странное пощелкивание, и из стены выползла тонкая проволочная щупальца. Оно ощупало куртку Барнетта, словно оценивая качество ткани, удовлетворенно хмыкнуло, как показалось капитану, и исчезло в стене. Эй-Джи и Виктор оцепенели, раскрыв рты. «Выключите эту штуку!» – прохрипел Барнетт. Эй-Джи бросился к пульту. В ту же секунду из стены высунулась стальная рука, в которой поблескивало трехдюймовое лезвие. «Уберите его!» – истошно завопил Барнетт. Виктор, сбросив оцепенение, хотел было схватить зловещую руку, но та резко вывернулась и отшвырнула его в противоположный угол. Затем, с хирургической виртуозностью, рука искусно раскроила лезвием куртку Барнетта сверху донизу и преспокойнейшим образом возвратилась в стену. Эй-Джи лихорадочно нажимал на рычаги и кнопки. Жужжали генераторы, закрывались и открывались люки и вентиляторы, включались и выключались двигатели, зажигалось и газло освещение, но кольцо, пленившее капитана, не разжималось. Снова появилась тонкая щупальца, дотронулась до рубашки Барнетта и на мгновение замерла, словно в нерешительности. Внутренний механизм тревожно заурчал. Щупальца еще раз прикоснулась к рубашке и вновь неуверенно зависла. «Я ничего не могу сделать!» – завопил Эй-Джи. «Это автомат!» Щупальца скрылась в стене, из которой тотчас же показалась стальная рука. Тяжелым гаечным ключом Виктор с размаху треснул по лезвию, едва не раскроив Барнетту голову. Лезвие даже не дрогнуло. Она уверенно разрезала рубашку и исчезла, оставив насмерть перепуганного Барнетта по пояс голым. Когда же поднимой крик капитана вновь вынырнула щупальца, Виктору стало дурно, а Эй-Джи закрыл глаза. Щупальца коснулась нежной теплой кожи на груди пленника и одобрительно фыркнула. Кольцо тут же разжалось, и обессиленный Барнетт мешком повалился на пол. На некоторое время воцарилось молчание. Все и без слов было ясно. Эй-Джи пытался понять, почему механизм остановился, почувствовав живую плоть. Может быть, инопланетянин таким образом раздевался? Нет, это абсурд. Но ведь комната пресс тоже абсурд. В глубине души старый пилот радовался случившемуся. Этот упрямый осел Барнетт получил хороший урок. Теперь им ничего не остается, кроме как покинуть дьявольский корабль и придумать способ вернуть свой собственный. «Чего стоите? Помогите одеться!» – прорычал капитан. Виктор поспешно притащил ему запасную рубашку, а Барнетт кое-как натянул ее на себя, держась подальше от стен. «Через сколько времени мы сможем взлететь?» – спросил он у Эй-Джи. «Что?» «Надеюсь, вы не оглохли?» «Но разве то, что произошло, когда мы можем взлететь?» – повысил голос капитан. «Примерно через час!» – выдавил Эй-Джи и устало поплелся в опостыливший пилотский отсек. Барнетт напялил на себя свитер, а поверх него пальто. В корабле было прохладно, и он здорово замерз. Каллен лежал в полном изнеможении. Глупо, что он потратил столько сил на бесполезные попытки содрать затвердевшую оболочку. Теперь он почти не мог двигаться. В голове его мелькали видения далекого детства. Величавые, зубчатые, как замки скалы Мабога, огромный космопорт Кантенопе и он, маленький Каллен, любующийся двумя заходящими солнцами. Одно голубое, второе желтое. Но почему они вместе не садятся на юге? Надо спросить у отца. Каллен отогнал видение. Скоро утро. Мабогский астронавт не может погибнуть столь бесславно. Нужно продолжать борьбу. Через полчаса мучительных поисков он натолкнулся в хвостовом отсеке корабля на запечатанный металлический ящик. Сбив крышку, Каллен увидел большие бутыли, аккуратно завернутые и переложенные тряпками и опилками. Он вытащил одну бутыль. На ней был изображен странный белый символ, показавшийся Каллену знакомым. Он напряг память и вспомнил. Это череп гуманоида. В Мабагийский союз входила одна гуманоидная цивилизация, и Каллен видел в музее муляжи черепов. Но зачем рисовать эту штуку на бутыли? Он открыл бутыль и принюхался. Запах был приятный и смутно напоминал Каллену запах питательной жидкости, очищающей кожу. Каллен быстро вылил на себя содержимое бутылки и принялся ждать, затаив дыхание. Если только ему удастся восстановить кожу, так и есть, жидкость оказалась слабым очистителем. Он опорожнил еще одну бутыль, чувствуя, как живительный раствор впитывается оболочкой. Некоторое время Каллен расслабленно лежал на спине, позволяя жидкости рассасывать роговой панцирь. Вскоре кожа полностью восстановила эластичность, и Каллен ощутил необыкновенный прилив сил и энергии. Он будет жить. После целебной ванны Каллен осмотрел пилотирующее устройство. Почему-то инопланетяне не собрали все приборы в одном отсеке. Очень глупо, они даже не сумели превратить остальные помещения корабля в антигравитационные камеры. Впрочем, и резервуаром для хранения такого количества жидкости было негде разместиться. «Ничего», – подумал Каллен, – «как-нибудь он преодолеет эти трудности». Но, исследуя двигатель, он заметил, что у аккумулятора батарей отсутствует совершенно необходимое звено. Батареи были выведены из строя. Оставался только один выход – вернуться назад на свой корабль. Но как? Мабагийские законы запрещали любое убийство. Ни при каких обстоятельствах, даже ради спасения собственной жизни, мабагиец не имел права убивать. Благодаря этому мудрому закону, мабагийцы уже три тысячи лет жили без войн, и мабагийская цивилизация достигла высочайшего рассвета. Но что делать? Умирать самому? Взглянув себе под ноги, Каллен с изумлением заметил, что лужица пролитой им жидкости проела огромную дыру. Какой ненадежный корабль! Даже слабый очиститель способен так повредить его. Видимо, и сами инопланетяне – очень слабое создание. Одной тетнитовой бомбы будет вполне достаточно, и никто на мабоге об этом не узнает. «Готовы, наконец?» – нетерпеливо спросил Барнетт. «Кажется, да», – ответил Эйджи, осмотрев размеченную нестираемым карандашом панель. «Отлично! Мы с Виктором останемся в отсеке экипажа. Взлетайте с минимальным ускорением!» Эйджи объявил 10-секундную готовность, нажал на кнопку, и дверь, отделяющая его от отсека экипажа, закрылась. Он нажал еще одну кнопку, и заработали аккумуляторы. Пока все шло хорошо. На полу появилась тонкая струйка маслянистой жидкости. Эйджи машинально отметил, что, должно быть, подтекает один из приводов, и тут же забыл об этом. Приборы работали прекрасно. Он задал автопилоту нужный курс, включил двигатели и вдруг ощутил прикосновение к ноге, а, глянув вниз, с удивлением обнаружил, что густая, дурно пахнущая жидкость уже заливала весь пол слоем в несколько сантиметров толщиной. Эйджи отстегнул ремни, чтобы найти причину утечки. Вскоре он отыскал четыре отверстия, которые равномерными толчками выбрасывали жидкость. Эйджи нажал кнопку, управляющую дверью, но дверь не открывалась. Стараясь не поддаваться панике, он внимательно осмотрел дверь. Она должна была открыться, но не открывалась. Маслянистая жидкость поднялась уже до колен. Эйджи вернулся к пульту управления. Войдя в корабль, они не видели никакой жидкости, значит, есть сток. Когда он обнаружил сток, зловонная жидкость была ему уже по пояс. Эйджи потянул рычаг на себя, и жидкость быстро исчезла. После этого дверь легко открылась. «В чем дело?» – спросил Барнетт. Эйджи рассказал, что произошло. «Тогда все ясно», – спокойно произнес Барнетт. «А я-то не мог понять, как наш прямоугольный друг выдерживает стартовое ускорение. Мы не нашли на борту ничего, к чему бы он мог пристегнуться. Значит, он просто плавает в масле, которое автоматически заполняет пилотный отсек, когда корабль готов к взлету». «А почему не открывалась дверь?» «Разве не ясно?» – ласково, будто ребенку улыбнулся Барнетт. «Зачем ему заливать маслом весь корабль? Вдобавок лишняя гарантия от случайной утечки. Но мы не можем взлететь. Это еще почему?» «Я не могу дышать под толстым слоем масла. Оно будет натикать, как только я включу двигатели. А ты открой сток и привяжи к нему рычаг регулятора, чтобы он оставался открытым. Масло будет стекать с такой же скоростью, как и набираться». «Ладно, попробую». Безрадостно согласился Эй-Джи. Совет капитана оказался дельным. Жидкость не поднималась выше четырех сантиметров. Установив регулятор ускорения на минимум, Эй-Джи нажал стартовую кнопку. Каллен с грустью проводил взглядом взлетевший корабль. Подложить бомбу он так и не решился. Законы многовековой давности трудно переступить за несколько часов. Однако Каллен не впал в отчаяние. Он не собирался сдаваться. Он будет цепляться за жизнь до последнего вздоха. Будет надеяться на один шанс из миллиона, что на планету прилетит другой корабль. Каллен сообразил, что из-за чистительной жидкости можно легко изготовить заменитель воздуха. Этого ему хватит на несколько дней. А если еще вскрыть керловый орех... Придя в себя, Эй-Джи обнаружил, что прежде чем потерять сознание, успел вдвое уменьшить ускорение. Это и спасло ему жизнь. Но ускорение, равное по шкале почти нулю, было тем не менее невыносимым. Эй-Джи открыл дверь и выполз из своего отсека. Ремни, удерживающие Барнетта и Виктора, лопнули при взлете. Виктор только-только приходил в себя, а Барнетт с трудом выбирался из-под груды покореженных ящиков. «Что за шутки?» – тяжело выдохнул он. «Я же ясно сказал, с минимальным ускорением!» «Я взлетел с ускорением вдвое меньше минимального!» – ответил Эй-Джи. «Посмотри сам!» Барнетт вошел в пилотский отсек и быстро вернулся. «Плохо дело!» – сказал он. «Этот корабль рассчитан на ускорение втрое больше, чем наше. Видимо, на их дурацкой планете слишком большая гравитация, и для взлета требуется колоссальная скорость». В стенах что-то щелкнуло. «По-моему, становится теплее!» – робко произнес очнувшийся Виктор. «И давление тоже растет!» – сказал Эй-Джи и устремился к пульту. Барнетт и Виктор проводили старого пилота тревожными взглядами. «Ничего не могу поделать!» – крикнул Эй-Джи, утирая пот с раскрасневшегося лица. «Температура и давление регулируются автоматически. Видимо, они подстраиваются до нормального уровня во время полета». «Отключи их как-нибудь, черт возьми!» – крикнул Барнетт. «Или хочешь, чтобы мы сжарились?» «Терморегулятор и так стоит на нуле!» – ответил Эй-Джи. «Больше ничего сделать невозможно!» «Какова же нормальная температура для этого проклятого инопланетянина?» «Страшно подумать!» – ответил Эй-Джи. «Корабль построен из необыкновенно теплостойкого материала и способен выдерживать давление в десять раз больше, чем земные корабли. Сопоставить и данные и...» «Но должно же это как-то выключаться!» – не выдержал Барнетт. Металлический пол раскалился уже чуть ли не до красна. «Отключи его!» – заорал Виктор. «Не я сделал этот корабль!» – начал оправдываться Эй-Джи. «Откуда мне знать? Отпусти меня!» Эй-Джи схватился за бластер. Внезапно его осенило, и он выключил двигатели. Щелканье в стенах прекратилось, и помещение стало остывать. «Что случилось?» – Виктор сразу успокоился. «Температура и давление падают, когда двигатели не работают!» – пояснил Эй-Джи. «Пока не включены двигатели, мы в безопасности!» Воцарившееся молчание нарушил Барнетт. «Итак, мы влипли?» «Да», – подтвердил Эй-Джи. «Двигаясь по инерции, мы достигнем большой планеты не раньше, чем через три года!» «Ничего не попишешь. Вернемся на свой корабль!» Подавив вздох облегчение, Эй-Джи задал автопилоту новый курс. «Думаете, этот тип вернет нам корабль?» – спросил Виктор. «Конечно!» – убежденно ответил Барнетт. «Ему ведь до смерти охота заполучить назад свой. Стало быть, придется покинуть наш!» «Да, но если он...» «Мы выведем из строя автоматику», – сказал Барнетт. «Это его задержит». «Ненадолго», – вмешался Эй-Джи. «Потом он все равно нас догонит». «Не думаю», – ухмыльнулся Барнетт. «Для нас главное – взлететь первыми. Корпус у этого корабля, конечно, прочный, но вряд ли он выдержит три атомных взрыва». «Об этом я не думал», – побледнел Эй-Джи. «А когда-нибудь мы вернемся», – бодро заключил Барнетт. «Металл, из которого сделан его корабль, наверняка кое-что стоит». Эй-Джи включил двигатели и развернул Эндевер-2 к планете. Автоматика заработала, и температура стала быстро повышаться. Убедившись, что автопилот взял нужный курс, Эй-Джи отключил двигатели, и корабль полетел дальше, влекомый силой инерции. Они не успели вывести из строя автоматику. Перед посадкой Эй-Джи пришлось снова включить двигатели, и когда Эндевер-2 совершил посадку, у астронавтов едва хватило сил выбраться наружу. Тела их покрылись волдырями, а подошвы обуви прогорели насквозь. Затаившись в лесу, они ждали. Через некоторое время инопланетянин вышел из их корабля и перешел в свой. Мгновение спустя люки закрылись. «Ну вот», — Барнет встал. «Теперь надо срочно взлетать. Эй-Джи, ступайте прямо к пульту. Я подсоединю аккумуляторы, а Виктор задрает люк. Вперед!» Каллин открыл запасной резервуар, и корабль заполнился свежим, благоухающим, желтоватым дымом. Несколько минут Каллин с наслаждением дышал. Затем он отобрал три самых крупных керловых ореха и подождал, пока щелкун их раздавит. Насытившись, Каллин почувствовал себя гораздо лучше. Он позволил переодевателю снять задубевшую наружную оболочку. Лезвие аккуратно разрезало два верхних слоя, остановившись перед нежной живой кожицей. Каллин решил, что рассудок инопланетян поморочился. Как же иначе объяснить, что они вернулись и возвратили ему корабль? Нужно обязательно сообщить их властям координаты этой планеты, чтобы их забрали отсюда и вылечили. Каллин был счастлив. Он не приступил законов мобагийской этики. А ведь мог бы оставить в чужом корабле тетнитовую бомбу, вывести из строя двигатели. Но он ничего такого не сделал. Он только сконструировал несколько бесхитростных устройств для поддержания собственной жизни. Каллин проверил приборы. Все было в идеальном состоянии. Тогда он включил аккумуляторы и стал ждать, пока отсек наполнится антигравитационной жидкостью. Виктор первым достиг люка, бросился внутрь, но тут же отлетел назад. «Что случилось?» спросил подоспевший Барнетт. «Меня что-то ударило!» Они осторожно заглянули внутрь. Хитроумно переплетенные провода тянулись от аккумуляторов к стенам. Дотронься, Виктор, до корпуса корабля, он был бы тотчас убит мощным электрическим разрядом. Они замкнули смертоносную систему и вошли. Внутри корабля царил хаос. Пол был загроможден беспорядочно разбросанными предметами. В углу валялся согнутый вдвое стальной пруд. В довершение разгрома, пролитая в нескольких местах кислота, насквозь проела обветшавший корпус Эндевра. В хвостовом отсеке их подстерегала новая ловушка. Тяжелая дверь была с дьявольским коварством подсоединена к небольшому стартеру. Одно неосторожное движение, и от человека, попытавшегося войти, осталось бы мокрое место. Были и другие устройства, назначения которых никто из астронавтов разгадать не мог. «Мы в силах все это исправить!» спросил Барнетт. Эйджи пожал плечами. «Почти все наши инструменты остались на Эндевре-2. За год мы, вероятно, сумеем кое-что подлатать, но я не гарантирую, что корпус выдержит». Они вышли наружу. Эндевр-2 взмыл в небо. «Вот мерзавец!» в сердцах выругался Барнетт, глядя на изъеденной кислотой корпус своего корабля. «Трудно предугадать, на что способен инопланетянин!» философски рассудил Эйджи. «Хороший инопланетянин, мертвый инопланетянин!» произнес Виктор. Эндевр-1 был теперь столь же загадочным и опасным, как Эндевр-2. А Эндевр-2 улетел. РОБЕРТ ШЕКЛИ РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ Читал Владимир Коваленко Спасибо большое, что дослушали рассказ до конца. Если вы хотите поддержать канал, слушать рассказы, озвученные мной первыми, без рекламы, то подписывайтесь на Бусти и Патреон. Ссылки есть под видео и в описании канала. И еще вы можете стать спонсором канала здесь, на Ютубе. Большое спасибо вам за активность, подписки и комментарии. Все это очень важно для того, чтобы я занимался любимым делом, а вы могли слушать рассказы, озвученные мной. А еще вы можете подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы вдруг не потерялись и вы всегда знали, что дальше я буду начитывать, где выкладывать и что у меня происходит. Спасибо.